всем привет это канал вкуснов меня зовут алексей и сегодня я буду готовить очень вкусную говядину в сливочном соусе на самом деле сегодня я буду готовить чешское блюдо которое здесь называется свечкова на сметане что в переводе означает вырезка на сливках это блюдо может быть для нас немножко необычным но оно получается очень вкусным но лично мне из чешской кухни свечкова нравится больше всего поэтому я решил попробовать ее приготовить дома также в этом ролике я покажу как подают к столу это блюдо здесь в чехии и как его едят здесь у меня 800 грамм говядины используется задняя часть без кости лучше брать один цельный кусок но когда я распаковал и убрал все пленочки он у меня распался на 2 это не очень хорошо с одной стороны но и не критично с другой поэтому использую так как есть если у вас один большой кусок 700 800 грамм вы просто разрезаете его пополам и все я разрежу вот этот меньший кусок здесь где-то грамм пол килограмма наверное первым делом его нужно нашпиговать в оригинале это шпигуется либо беконом обычным либо беконом копченым у меня нет ни того ни другого зато у меня есть отличное копченое сало прямо из закарпатья вот им я и нашпигую и вот накладка с этим кусочком что его шпиговать в принципе не получится поэтому вот этот кусок мяса я шпиговать не буду но это не страшно протыкаю этот кусок практически насквозь как можно глубже и вот так его пытаюсь туда засунуть как вариант если идет плохо можно взять второй нож вот так его вставить и туда запихивать мясо сало вот так теперь это мясо можно немножко присолить сковороду ставлю на огонь вливаю растительное масло масло как видите не слишком мало чтобы она покрыла дно сковороды и теперь на огне выше среднего обжариваю эти куски с каждой стороны мясо немножко подрумянилось и переворачиваю теперь режу одну луковицу ее можно смело резать полукольцами также нарезаю морковь корень петрушки и сельдерей хочу вам сразу сказать что можете резать либо соломкой либо кубиками сильно мельчить не надо потому что забегая наперед все это все равно будет перебиваться блендером поэтому просто для того чтобы она нормально приготовилась отдала свой вкус потому что здесь иногда при готовке режут прям большими кусками его но в общем здесь как хотите кто как делает на том же масле что я жарил мясо обжариваю лук масло немножко добавлю потому что получается маловато кстати еще одна поправочка обжаривать можно либо на растительном масле либо на смальце представьте себе в чехии в том числе и на свином жире готовят это блюдо и так лук стал золотистым теперь добавляю сюда все остальные овощи перемешиваю и обжариваю до тех пор пока овощи не пустят сок и так овощи немножко притомились пустили сок не ожидайте что сока будет много это не кабачки но видно сок есть все это уже хорошо идем дальше теперь я добавляю сюда 4 столовые ложки сахара и сюда же нужно положить 3 столовые ложки горчицы перемешиваю добавляю сюда сок половинки лимона можно добавить уксус выливаю немножко воды вот так чтобы она примерно была в уровень с овощами ну и конечно добавляю немного соли так еще раз все размешаю и пусть протушится минуток пять туда же к овощам можно добавить лавровый лист душистый перец и обычный перец горошком а можно поступить и другим способом который я вам сейчас покажу примерно 400 миллилитров воды довожу до кипения добавляю сюда душистый перец и обычный черный горошком чехи добавляют его довольно много поэтому я взял чайную ложку того перца чайная другого всыпаю также кладу сюда лавровый лист здесь тоже штук шесть-семь и пусть это прокипит пару минут гутятницу выкладываю протушенные овощи сюда же перекладываю кусочки мяса и даже через сито вливаю отвар и добавляю немного воды не прям чтобы она покрыла мясо полностью но где-то вот так накрываю крышкой и убираю разогретую до 200 градусов духовку на время полтора-два часа если вы хотите чтобы мясо получилось очень мягким и прямо распадалась оставьте его в духовке на три часа кто-то просто тушит это мясо на плите кто-то отправляет его в мультиварку но есть вариант из духовкой лично мне почему-то это нравится больше поэтому я делаю его в духовке достаю блюдо из духовки вынимаю мясо а овощи с подливой отправляю в чашу блендера и взбиваю можно воспользоваться также и погружным блендером взбитую подливу переливаю в кастрюлю подливу снова на огонь когда подлива закипает добавляю в нее 200 грамм сливок я взял сливки 12 процентов но можно 33 еще столовую ложку сахара и немного соли перемешиваю и жду пока опять закипит и наконец когда подлива закипает вливаю в нее молоко размешанное с мукой 3 столовые ложки муки и где-то 250 миллилитров молока можно добавить воды если вы не хотите молоко добавлять теперь снова жду пока эта смесь закипит дам ей покипеть еще пять минут и выключаю ну что пора подавать говядину к столу как подается к столу свечкова я вам сейчас покажу ломтики мяса выкладываются на тарелку сверху поливаются подливой или омачкой несколько кусочков кнедлика из пшеничной муки кружалка лимона и брусничное варенье а есть его очень просто отламывается ломтик кнедлика обмакивается в этой омачке или подливе отрезается кусочек мяса и все это вместе съедается конечно же с брусничным вареньем и хотя это может и необычно но на самом деле очень вкусно если у вас есть такая возможность приготовить свечкову обязательно ее попробуйте и не бойтесь что блюдо получится сладким я бы сказал что подлива немного сладковата в сочетании всех овощей приправы мясо это очень вкусно если для вас такой вариант кажется совершенно неприемлемым сладковатый соус брусничное варенье вы можете сделать все то же самое только добавить туда меньше сахара или не добавлять его вообще и сделать например картофель пюре и тоже получится достаточно неплохо только не говорите чехом потому что они этого не поймут доброго хоть от приправуйте едло с ласково агой агой